В мире наступило страшное время. После ряда неудачных экспериментов с порталами, землю атаковали неизвестные паразиты, которых назвали одним простым словом – корень. И только избранный сможет противостоять угрозе и по итогу спасти этот бренный мир. Да, завязка Revenant from the Ashes довольно-таки простая, если не сказать банальная, но это всё равно не мешает нам сегодня обсудить довольно интересный кооперативный проект, что вышел ещё в 2018 году. И как мне кажется, он был незаслуженно пропущен множеством людей. Кто-то о нём вообще ничего не слышал, кто-то просто смотрел скептически на какой-то клон Dark Souls, а только с пушками. Так что ответим на самый главный вопрос – а стоит ли в 2021-2022 году играть в этот Revenant from the Ashes? Ну или же нет? А если стоит, то кому и почему? А если в случае этой игры, то самому или с кем-то? А вы пока что подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать подобный контент. А ещё я каждую неделю делаю полноценный обзор раздачи Epic Games и думаю, много кому это будет полезно. Так что проставьте ещё и колокольчик, не расстраивайте эту милую лягушку. Так вот, вы могли подумать, что рассказ я начну из сравнения этой игры с Dark Souls. Ведь сходств действительно очень много. Это тоже игра третьего лица в мрачной стилистике, со своими кострами-сохранениями, со своим запутанным неявным сюжетом, ну и конечно со своими большими и сложными боссами. Но нет. Как мне кажется, Revenant from the Ashes ближе всё-таки именно к Бладборну. То есть сходство не только в некоторых соус-механиках, а ещё и в сеттинге. Ну или если быть точнее, во вдохновителе этого сеттинга, который лёг за основу. А именно произведение Говарда Лавкрафта. Так будет правильней. И на самом деле, я ничего против этого и не имею. Игра выглядит вполне себе атмосферно и отлично передаёт какое-то ощущение безнадёги. Конечно, от графики вы не своите прям какое-то удивление, особенно учитывая преимущественно тёмные цвета. Но именно к художественному оформлению у меня претензий абсолютно никаких нету. Всё соответствует правильному тону игры. Плюс музыка на фоне дополняет общую картину. Такой вот тёмный постапокалипсис. Я бы именно это так и описал. Окей, а что же из себя представляет игровой процесс? Для исследования нам дают вполне себе большой, местами разнообразный мир. Или, если быть точнее, то целый набор миров. Будут и леса, и канализации, и какие-то скрытые подземелья. Но в любом случае, всё придерживается примерно одной брачной стилистики. На пути нам будут попадаться как дружественные NPC, которые будут немножко раскрывать загадочный сюжет этой игры. Так и, что очевидно, будут попадаться довольно разнообразные враги. Ну и боссы, конечно же, тоже будут. А сражаться с ними мы будем при помощи набора из двух типов оружия. Например, пистолет и винтовка. Ну или же дробовик. Также можно сражаться в ближнем бою и пользоваться перекатами. Поэтому так часто, наверное, игру и сравнивают с Дарк Соусом. Каждому врагу нужно подбирать свою отдельную тактику. И местами всё становится, ну, довольно-таки хардкорным. Так что и умирать иногда приходится. Кстати, возрождаться мы будем возле костра, который мы зажгли перед этим. Всё, сравнений, сами знаете, с чем тут не будет. Так что бегаем, стреляем, перекатываемся, прячемся за укрытиями. Используем разные оружия под разные ситуации. Ну и ещё, кстати, стараемся экономить патроны. Так как они не бесконечные. А ещё, следим за вашими показателями самочувствия. Так как система дебафов в этой игре, она, ну, довольно-таки обширная и разнообразная. Вас могут отравить, могут поджечь, могут наложить кровотечение, накинуть на вас гниль. Ну или вообще, вы можете попасть под радиацию. Так что нужно ещё и позаботиться об экипировке перед вылазкой. Закупить нужные фаски и вовремя их использовать. Всё вроде как просто и даже немножко привычно. Но при этом игра старается держать вас всё время в напряжении. И это круто. Конечно, не в том случае, когда приходится вам гриндить, очень много гриндить. Но об этом ещё мы и поговорим позже. Ещё тут есть довольно интуитивная и понятная система прокачки. Можно повысить уровень здоровья, повысить урон от стрельбы, повысить выносливость, ну и так далее. Будут ещё и уникальные таланты. Но они открываются в специальных местах. В специальных сюжетных отрезках. Кстати, в самом начале игры нам дают как бы выбрать один определённый класс. Который отличается по начальным характеристикам и по шмоту. Но это всё довольно условно. И никто совершенно не мешает вам использовать, например, оружие другого класса. И создавать свой уникальный какой-то билд. Мне лично подобный подход всё-таки нравится. Что вас не привязывают к какому-то одному классу. Также можно ещё и прокачивать оружие. Добавлять к пушкам какие-то уникальные модификаторы. Чаще всего они покупаются за определённую валюту. Основной же валютой тут можно считать лом. Есть ещё всякие там кристаллы, железо, ну и так далее по списку. Таким образом мы продвигаемся от костра до костра. Убиваем монстров, боссов, собираем ресурсы, прокачиваемся. Ну и довольно часто умираем. Если не используем все представленные игровые механики. Так что да, играть было по меньшей мере интересно. Но вот лучше всего раскрывается игра всё-таки в кооперативе. То есть как бы играть можно и в одиночку. Да, никто вам это не запретит. Но это и скучнее в несколько раз, и ещё и сложнее. Да и вообще как-то даже теряется основная уникальность данного проекта. Если вырезать с него возможность совместного прохождения, то как-то пресноватая игра выглядит что ли. Будто взяли просто механики с разных игр, размешали их все вместе и получилась эта игра. Конечно я не спорю, здесь много чего своего уникального. Но всё же, кажется будто играешь во что-то вторичное. Надеюсь вы меня правильно поняли. А вот за счёт именно кооператива игра заметно преображается. И гринда становится порядка меньше, и тактики совместные можно какие-то строить. И как-то комбинировать ваши прокачки. Ещё и шмот между собой разделять. Будто играешь совершенно в другой проект, намного интереснее. Так что если вдруг вы захотели Remnant from the Ashes запустить, то зовите обязательно друзей, чтобы с ними играть. Просто мой вам совет. Кстати забыл ещё сказать довольно важный факт. Тут не просто русский перевод в виде субтитров, а полный русский дубляж. Что я считаю довольно круто. Конечно самого текста тут довольно мало, но это уже другой вопрос. Итак, бродяга, зачем по-твоему ты здесь? Я слышал меня, хоть он никогда и не искал встречи со мной. Короче, что я могу в целом сказать о данном проекте. Смотрите, управление вполне себе удобное, стрелять во врагов приятно, боссы, ну можно сказать интересные и вполне себе разнообразные. Сюжет довольно запутанный, и я если честно не прям сильно его понял, но это можно в принципе считать даже фишкой этой игры. Кстати разработчики добавили ещё такую механику, что всех NPC за прохождение вы не встретите, и они рандомно генерируются на уровнях. Так что полностью понять всё происходящее, это ещё нужно постараться. Если же играть одному, Remnant from the Ashes может всё-таки показаться скучноватым и затянутым. Но для кооператива это вполне себе годный продукт, в котором можно залипнуть на долгие часы вместе с друзьями. Да и опять-таки гринда становится намного, намного меньше. И надеюсь, эту игру сейчас ещё и раздают в Epic Games, так что вот появился повод много кому забрать и познакомиться с этим тёмным миром. Не забудьте кстати друзьям ещё сказать, чтобы игру забрали. Можете заодно и обзор мой скинуть, буду очень благодарен. И пишите своё мнение насчёт этой игры. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные видосы. Сделайте это прямо сейчас. Кстати, у меня ещё есть и Лего, где ещё много достаточно контента, которые не выходят на канале. Также ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, ну либо хотя бы интересным. Ну и давайте уже наконец-то прощаться, а то и так отнялось много времени. Всем пока и, как всегда, хорошего настроения. И побольше по-настоящему годных кооперативных проектов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok